Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Паралипоминон. Сегодня мы читаем 31 главу этой книги. И по окончании всего этого, то есть торжеств Пасхи, пошли все израилетяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее, и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Монасиной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои. То есть после пасхальных торжеств, дней опресноков, семи дней, потом еще семь дней ликовали, праздновали, приносили жертвы, они разошлись по Иудее и начали уничтожать идолов. Среди идолов, которые описаны в Библии, был идол по названию Вилл. Этому Виллу приносили в жертву детей. Я помню в советское время бабушка мне говорила, не будь пионером, не будь комсомольцем, иначе этот Вилл тебя сожрет. Я открывала Библию и показывала про этого Вилла. А я спрашивал, а кто это? Она говорила, Владимир Ильич Ленин. Вилл. Здесь мы видим разрушение всех этих памятников, но общество по-разному относится к разрушению подобных памятников. Кто-то называет это вандализмом, искажением истории и так далее. Но в глазах Бога это действие было правильным во всех отношениях. Ибо Бог давал заповеди, относящиеся к жизни на Святой Земле. Какие заповеди получили евреи перед входом в Святую Землю? Разрушьте всех идолов, прогоните семь народов, поставьте над собой царя, построите храм. Кстати, все проблемы евреев заключаются в том, что они не разогнали семь народов, которые символизируют собою семь смертных грехов. То есть что-то они оставили. И потом эти народы стали шипами для них, вергая их в грех и дал поклонство. Из Икия начинает содержание священников и левитов. Он назначает содержание для них. Когда храм был закрыт, они, конечно, разбежались по селам, но сейчас храм открыт, и надо, чтобы они кормились от своего служения. И апостол Павел пишет, что священники должны кормиться от своего благовествования. Как он приводит пример, не закрывая рта у вала молотящего. И поставил из Икия череды священников и левитов по их распределению каждого пределе своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных для службы, для хваления и словословия в ворот Дома Господня. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение утреннее и вечернее, и на всесожжение в субботы, и в новомесячие, и в праздники, как написано в Законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в Законе Господнем. То есть, чтобы они не отвлекались ни на какие другие дела. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. То есть, было ограничено количество того, что можно было пожертвовать числом десять, то есть это десятина. Десятина, в понимании древних, очищает любой бизнес. Потому что, когда человек совершает какую-то работу, здесь всегда может быть элемент какой-то нечистоты. Особенно современный бизнес делать чистыми руками очень сложно. А десятина, они очищают как раз деньги. И израилетяне и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота, и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу, и наложили груды, в третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли из Икия и вельможи, и увидели груды, то есть горы, и благодарили Господа и народ его израилья. Господа благодарили за то, что он расположил сердца для пожертвования левитам, а народ за его усердие. И спросил из Икия священников и левитов об этих грудах. И отвечали ему Азария, пересвященник из дома Садокова, и сказал, с того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой, из оставшегося составилось такое множество. То есть, проявляя заботу о храме, они все сами жили в достатке. То есть, те люди, которые жертвовали. Левиты же – это одно колено, а тут жертвовали другие колено. И жертва была незначительна. Причем она ограничивалась только десятью процентами. И приказал из Икии приготовить комнаты при доме Господнем. – вот, кстати, Дева Мария жила в подобных комнатах при храме. Это имеется в виду не в самом храме, а там были помещения для жилья священнических семей. И приготовили, то есть, эти комнаты. И привезли туда приношения, десятины и пожертвования со всей точностью. Это не только комнаты для священников, но и комнаты-хранилища. И был начальником при них Хунания Левит и Семей, брат его вторым, а Ехиил и Азария и Нахав и Асаил и Еремов и Иозавад и Элиэл и Исмахия и Махав и Бения были смотрителями под рукою Хунания и Семея, брата его, по распоряжению царя из Икии и Азария, то есть, первосвященника, то есть, помощника по храму, начальника при доме Божьем. Здесь мы видим, что создана такая как бы ревизионная комиссия, они будут следить за тем, чтобы это все не разбрасывалось в богатство, а распределялось между левитами и священниками. Кориэ, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей, посвященных. И под его ведением находились Эден и Миниамин, и Ешуа, и Шемая, и Амария, и Шихания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям своим части, как большому, так и малому, сверх списка их всем мужского пола, а трех лет и выше всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, а ежедневные дела – это утренни, вечерняя жертва, для служения их по должностям их и по отделениям их и внесенным в список священникам по поколениям их и левитам от 20 лет и выше, по должностям их, по отделам их и внесенным в список со всеми малолетними их, с женами их, и сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всей верностью посвятили себя на священную службу. Что мы здесь видим? Первое. Эта помощь развозилась по городам левитским. То есть не только в храме раздавалась, но были города левитские, они же города-убежище, между разными коленами. Второе. Мы видим, что эта пища предназначалась не только для священников, для всех их домашних. Поэтому, когда мы жертвуем священнику, мы жертвуем не только ему, отдельно взятому, но и его семье. И ничего зазорного в этом нет. И для сынов Аароновых священников в селениях вокруг городов их при каждом городе поставлены были мужи, поименованные, чтобы раздавать участки всем мужского пола у священников и всем внесенным в список у левитов. А если здесь говорится о священниках сынов Аароновых, а что же они в селах-то? А они же по чредам служили. И когда их чреда заканчивалась, они же шли в свои села, в свои города, и там трудились, так как обычные люди. Вот что сделала Иезекия по всей Иудее. И он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Вот это пример царя, который живет религиозными интересами, но он не вмешивается в дела Ветхозаветной Церкви, как один из его нечестивых потомков, точнее предков, который взял кадильницу и побежал в храм, там совершит какое-то свое странное богослужение. Иезекия — это особый человек. Это человек, который понимает важность теократических принципов. Теократия — теус, Бог, кратия — власть. Он не сопротивляется власти Бога на всех уровнях этой власти, подчиняясь всецело заповедям Божьим, Господним уставам и постановлениям. Субтитры создавал DimaTorzok